Всем привет! С вами Василий Дрожжин. Это рубрика «Финансы» на канале Tech4Blind. В этом видео мы поговорим, почему важно контролировать свои финансы и что нам может в этом помочь. Давайте поговорим о том, всегда ли нужно вести свой учет расходов. Есть такие люди, которых устраивает положение дел в их финансах. Они имеют стабильный фиксированный доход, им хватает на текущие траты и какие-то крупные покупки. В их распоряжении остается достаточно средств, которые они могут отложить на свои финансовые цели и направить на инвестиции. Штука в том, что таких людей подавляющее меньшинство. Чаще у нас бывает ситуация, когда мы собираемся накопить на какую-то вещь, но какие-то обстоятельства постоянно вмешиваются в наши планы и отдаляют нашу цель. Деньги к нам приходят, но как-то незаметно разлетаются на текущие нужды, и мы понимаем, что ничего не осталось. Мы решаем, что в следующем месяце мы обязательно начнем сохранять и копить, но история часто повторяется. Если вы узнаете себя в этом примере, не спешите расстраиваться. Ситуацию можно исправить. Для начала нужно понять структуру ваших расходов. Куда же, собственно, уходят ваши деньги? Какие способы для этого существуют? Можно копить чеки и переписывать расходы по разным категориям в тетрадку или в электронный документ, например, в смартфоне или на компьютере. Минус этого способа в том, что это достаточно трудоемко, ну и главное, это мало информативно. С этой информацией вам очень сложно будет что-то потом сделать, как-то ее проанализировать. Есть способ более простой. Вы можете использовать приложение вашего банка, в котором уже есть категории ваших расходов, разбитые по определенным календарным периодам. Вам остается лишь проанализировать. Этот способ гораздо более простой и подойдет начинающим. Но этот способ не подойдет тем, кто пользуется услугами нескольких банков или кто часто расплачивается наличными. Для них существует еще более универсальный способ – это приложение по учету финансов. Сейчас вы можете найти огромное количество подобных приложений на любой вкус, совершенно с разным функционалом, как бесплатных, так и достаточно дорогих. Для незрячего человека одним из важнейших критериев при выборе является доступность, что сильно сужает этот выбор. Одно приложение, которое имеет достаточно интересный функционал и при этом неплохое по доступности, мы сегодня с вами рассмотрим. Оно называется Zen Money. В данном приложении есть несколько разделов. Вкладка «Счета», в котором отображается информация о ваших картах. И здесь же вы можете настроить импорт из различных приложений сторонних банков. Вкладка «Операции», в которой вы можете найти информацию о ваших покупках и тратах. Аналитика, в которой есть информация о ваших расходах по категориям, по различным магазинам и за разные календарные периоды. Кроме того, в приложении есть раздел «Бюджет», где вы можете добавить свои источники дохода и планировать свои финансовые цели. Для тех, кому интересно, в описании к данному ролику будет инструкция по настройке этого приложения. Программа достаточно функциональна. И один из главных плюсов, который я вижу, это возможность настроить импорт операций от приложений различных банков. Некоторые боятся настраивать эту функцию, потому что переживают за сохранность своих платежных данных. В этой ситуации я могу лишь процитировать текст описания данной программы, который гласит о том, что программа хранит все свои данные непосредственно на устройстве без передачи информации на сервер. А вся информация передается в зашифрованном виде. В любом случае, только вам решать, использовать ли данную функцию или нет. В комментариях к этому ролику пишите, какие способы для учета финансов используете вы. Если вы пользуетесь приложением, то расскажите, каким и почему вы выбрали именно его. А сегодня я хочу рассказать про тот способ, который использую я. На самом деле это старый добрый Excel, в котором я создал таблицу, снабдив ее некоторыми формулами. Давайте посмотрим, как это выглядит. Итак, что мы видим в этой таблице? Первый столбец — дата. В нем мы вписываем дату совершения той или иной операции. Как мы это делаем? Обратите внимание, здесь вписаны дата и месяц. 01.12 или 02.12. Первое или второе декабря. 01.12.01.12.3.02.12.4. Следующий столбец — это источник. Что у нас тут есть? Например, карта 1, наличные. Источник B1, карта 1, B2. Наличные B3, наличные карта 1, пусто B6, карта 1, B5. Источник доход C1. Следующий столбец — доход. Здесь мы вписываем определенную сумму, если она к нам приходит. Расход. В следующем столбце — расход. Мы вписываем сумму, если мы на что-то ее тратим сами. Описание. Это один. Следующий столбец — описание. Здесь мы пишем то, к чему относилась та или иная операция. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть в качестве примера. Магазин пятерочка, вернули долг, проезд на автобусе, зачисление зарплаты. Дальше в следующем столбце идет категория, к которой мы отнесли ту или иную операцию. Соответственно, магазин пятерочка мы определили в категорию «Еда». Проезд на автобусе в категорию «Транспорт». Вернули долг — это наши доходы. Также зачисление зарплаты — это также наши доходы. В следующем столбце мы видим общий баланс по всем нашим картам, счетам и наличным. В этом столбце сумма подсчитывается автоматически. Дальше у нас есть столбец «Наличные», в котором отображается сумма в наличных деньгах. Дальше карта 1, карта 2, карта 3. Соответственно, счет 1, счет 2 и счет 3. Здесь будут отображаться балансы по той или иной карте, которую вы занесете в данную таблицу. Обратите внимание, для того, чтобы внести ту или иную карту, достаточно переименовать заголовок столбца. Например, вы хотите вместо карты 1 написать что-то свое. Допустим, вы хотите, чтобы у вас отображалась не карта 1, а карта «Мир». Соответственно, это влияет на то, что вы будете писать в категории «Источник». Здесь уже также вместо карты 1 нужно писать «Карта «Мир»» для того, чтобы операция правильно посчиталась и попала в нужный столбец. Что здесь есть еще? Очень важный параметр — это категория расходов. Здесь уже внесены определенные категории. Давайте посмотрим, какие. Вещи — П2, дети — П3, для дома — П4, долги — П5, домашние животные — П7, инвестиции — П8, интернет, связь, красота, здоровье, спорт, коммунальные расходы — П1, кредиты — П12, медицина — П13, налоги — П14, незапланированные расходы — П15, образование — П16, подарки — П17, путешествия — П18, развлечения — ПД, транспорт — П2, услуги — П20, пусто — П22. Такие категории есть в моем списке. Вполне вероятно, что у вас будет что-то другое, а может быть, какая-то из приведенных категорий вам, наоборот, не нужна. Процент от общего — это следующий столбец. Здесь будет отображаться то, какую долю занимает эта категория расходов в ваших общих тратах. В данном примере мы видим, что категория «Еда» занимает 94,4% от всех трат. Но это объяснимо, потому что в данном примере всего несколько операций. В следующем столбце мы видим сумму, которую мы потратили на эту категорию за все время. В следующем столбце отображается сумма, которую занимает эта категория, в пересчете на месяц. То есть общая сумма, которую мы потратили на что-то, делится на количество месяцев. Это количество месяцев мы вписываем самостоятельно в следующем столбце. В данном примере это количество 1. Пусто, пусто. Вписываем категорию 1. Дальше идет отдельная таблица, в которой мы можем отслеживать расходы по месяцам, по определенным категориям и по описанию той или иной операции. Но об этом мы поговорим в другом видео. Обратите внимание, для того, чтобы таблица работала корректно, дату нужно заполнять обязательно. Сначала две цифры даты, потом точка, потом две цифры месяца. Если эта таблица показалась вам интересной и вы захотите попробовать, то ссылка на нее будет в описании к этому ролику. Буду рад вашим отзывам по ее использованию. А на сегодня все. Ставьте лайк, если понравилось видео. В следующий раз мы рассмотрим тему «Анализ наших финансов» и поговорим о том, для чего же мы вели этот самый учет. Это был Василий Дрожжин, рубрика «Финансы» на канале Tech4Blind. До встречи в следующих видео.